Добрый вечер всем. Мой рассказ посвящен данным дистанционного зондирования, съемке Земли из космоса. Ну и поскольку так появилось, что мы немножко занимаемся радарами, это связано с радарной съемкой. Я хотел бы вам рассказать о базовой программе наблюдения Земли спутника АЛС-2, японского спутника радиолокационного. Прошу прощения сразу за английские слайды. Дело в том, что это просто из презентации я набросал информацию, но я буду комментировать. То есть спутник был запущен в 2014 году. Это спутник с радаром с синтезированной апертурой L-диапазона. Это техническая информация. Он может снимать в нескольких режимах с несколькими разрешениями от 3 до 100 метров. Налево, направо. То есть такой очень универсальный спутник. Он является последователем спутника АЛС-1, который работал в 2006-2011 годах. И как раз вот эта программа базовых наблюдений, которая еще называется тремя буквами BOSS по-английски, она как раз является основной целью запуска этого спутника. Собственно, цель – это создать непрерывное и по времени, и по территории непрерывный архив данных дистанционного зондирования для решения различных задач глобальных для всей территории Земли. Собственно, это одна из целей, почему я захотел об этом рассказать. О том, что это достаточно необычная причина для запуска спутника. Это, можно сказать, по большей части некоммерческие цели, потому что является в основном источником научных публикаций. Итак, какие приоритеты съемки вот этого спутника АЛС-2? То есть, во-первых, это экстренная съемка в случае каких-то чрезвычайных ситуаций. Второй приоритет – это вот этого сценария наблюдений. И также спутник может вести съемку по заказу, но она имеет наименьший приоритет. И вот этот план полетов, он пересчитывается и моделируется раз в полгода в соответствии с заявками пользователей и владельцев. В частности, по данным полетов первого спутника АЛС была создана вот такая вот карта о уничтожении лесного фонда с 2006 по 2011 год глобально по всей Земле. То есть, это мегатруд. Как раз она была создана на основе поляризационной съемки. И тут была применена классификация, чуть ли не машинное обучение, тоже статистика очень серьезная. Вот получилась такая карта. Программа БОС делится на две части. Отдельно наблюдение Японии и отдельно весь мир. По Японии они наблюдают смещение земли и экстренной ситуации. У них там случаются и землетрясения, и наводнения. Съемка ведется с разрешением 3 метра. По всему миру 10-метровое разрешение. Территория Японии покрывается четырьмя циклами с разрешением 3 метра. Весь мир покрывается тремя циклами с разрешением 10 метров. Вот какие задачи решались для глобального уровня мониторинга. Мониторинг водно-болотных угодий и процесса уменьшения как раз лесного фонда. Наблюдение за деформациями горных пород. То есть там, где есть горы, они меняются. Все эти годы велись наблюдения. Наблюдение за полярными регионами. Арктика, Антарктика. Два раза в год зима-лето. Глобальная съемка с покрытием 10 метров. Как я уже сказал, то есть снимается практически вся территория. На всю территорию есть архивные снимки. Интерферометрические данные на территорию Гренландии. Ну и также отдельные места. Сейчас я покажу так называемые суперсайдс. Вот так выглядят примерные схемы. Это по тем задачам, которые я упомянул. Здесь показаны участки, которые снимаются. Указано, сколько раз периодичность съемки, режим съемки, разрешение. Я просто пролистаю. То есть это глобальное покрытие. Это съемка изменения лесов и водных угодий. В двух разрешениях ведется. Мониторинг гор. Вы видите, там, где есть горы, те участки и выделены. Наблюдение за полярными льдами. Смещение ледников. Ну и определенные места землетрясения, вулканы, наводнения. В итоге составление графика программы получается вот такая протянка, когда на каждом цикле показано, какую задачу спутник выполняет. Ну вот, в общем-то и все. То есть это пример того, каким образом можно использовать некоммерческие данные дистанционного зондирования. Спасибо. Спасибо.